Посмотрите, как много бутонов на деревьях. Думаете, урожай в этом году соберете огромный? Без дополнительной защиты маловероятно. Ведь именно сейчас ходит самый опасный вредитель, одна самка, которого способна уничтожить до 100 бутонов. А если жуков будет много, то они уничтожат весь урожай еще до цветения. И этот вредитель называется цветоед. В этом видео я расскажу, как избавиться от цветоеда и других вредителей, и при этом не навредить опылителям. А в конце видео вас ждет бонус. Абсолютно бесплатный и экологичный способ борьбы с вредителями, который доступен каждому. Цветоед – это маленький жук-долгоносик, который просыпается рано весной, как только набухают почки. Но тогда он еще не сильно вредит. Он питается соком из почек, прокалывая их своим хоботком, из-за чего те плачут. Но самый большой вред он начинает наносить, как только почки раздвигаются и появляются бутоны. Вот сейчас вы видите у нас фаза красная почка. Именно сейчас самки цветоеда активно путешествуют по дереву и откладывают в каждый бутончик маленькое яйцо. Из него выводится личинка, которая полностью выедает внутреннее содержимое цветочка, из-за чего он не распускается. И так и остается в виде засохшего маленького бутончика с коричневой шапочкой. Многие считают, что это заморозки. Но на самом деле, если аккуратненько снять засохшие лепестки, то под ними можно увидеть личинку цветоеда. Затем она аккуратненько выгрызет дырочку и упадет на почву, где закопается и окуклится, чтобы в следующий год выйти опять в виде жука-цветоеда. И самое вредоносное – это то, что самка цветоеда выбирает именно самые лучшие цветочки, центральные, так называемые королевские, которые дают самые крупные, самые красивые яблоки. А иногда их бывает так много, что они заселяют практически все цветочки. Многие скажут, но ведь мы обрабатывали рано весной, когда почки набухают и появляется цветоед. Да, и это правильно. Но цветоед, вы же учтите, он умеет летать, он прекрасно перелетает с одного дерева на другое, с одного сада в другой. И какая-то часть насекомых может прийти от соседа на ваши, так сказать, хорошие, свежие деревья. И именно сейчас, пока бутоны еще молоденькие, когда они только-только показались, можно перехватить цветоеда. Для этого нам понадобятся в первую очередь инсектициды. Это может быть биотлин, это может быть шарпей, фуфанон всем распространенный и другие пестициды, которые помогают бороться с насекомыми. Многие скажут, а почему бы не биопрепараты? Если у вас стоит уже теплая погода, а яблоня еще в таком состоянии, тогда можно поработать при помощи фитоверма, либо бетоксибацилина. Но обычно у нас во время распускания почек, во время бутонизации погода прохладная. И здесь сработают только хорошие химические средства. Обязательно обрабатываем свой сад вечером. Многие садоводы, и это справедливо, переживают, что в саду в это время, когда начинают распускаться яблони, ведь уже цветут косточковые, много насекомых опылителей. Как уберечь свой сад, свои пчел, как говорится, и чтобы волки были сыты, и овцы целы, и пастух тоже в хорошем здравии. Так вот, нужно обрабатывать свой сад тогда, когда пчелы отправляются на покой. Не рано утром, не днем в пасмурную погоду, а именно вечером. У пчел есть свои часы. И где-то после восьми вечера вы уже не видите ни одной пчелы в саду. И вот именно тогда самое время, посмотрев на температуру, если она подходит, отправиться с опрыскивателем в сад. В таком случае вы и сад спасете, и пчелам не навредите. Кстати, сейчас выпускают новые препараты нового поколения, которые разрабатываются таким образом, чтобы наносить пчелам минимальный вред, или не наносить вообще, например, калипсо. Таким образом, если мы будем проводить обработки в вечернее время, мы пчелам не навредим. И не только пчелам, но и другим насекомым-опылителям. Но эта обработка спасет яблони и груши не только от светоеда, но еще от целого комплекса других вредителей, в частности, тлей и клеща. Посмотрите, пожалуйста, вот здесь на листиках уже поселилась яблонная красногаловая тля. Видите, вот эти вот волдыри. Как на красной смородине, похожее явление можно увидеть и на яблони. Это работало тля. Если она потом повредит еще и завязь, то она просто не вырастет. А если мы сейчас обработаем свои яблоньки биотлином или другим инсектицидом, мы снимем и тлю. Также многие из этих препаратов прекрасно убирают клещей и листоверток, различных листогрызов, которые обгладывают листочки, даже выедают бутончики. И есть еще одна проблема, с которой сталкиваются, особенно в теплых регионах. Это жуки. Жуки-аленки мохнатые, а также майские хрущи. Если в вашей местности засилье жуков, которые вредят именно в период цветения или сразу после него обращаем внимание только на биопестициды или ручной сбор. Из биопестицидов что можно порекомендовать? Это бетоксибацилин, это фитоверм, это профит-антивредитель и другие препараты на основе болезнетворных бактерий и грибков. Но помните, что их тоже нужно применять только вечером, когда полезные насекомые отправляются на покой. И тогда вреда опылителям вы не нанесете. И помните, наносить биопрепараты надо на верхнюю и на нижнюю сторону листа. Только тогда они прекрасно сохранятся и сработают. Но многие скажут, я категорически против любых средств химических. Что же им остается, кроме биометодов? Еще остается самый экологический, безопасный, абсолютно безвредный и самый приятный способ защиты. Это привлечение в сад птиц. Но не всех, не скворцов, не дроздов. Ваша задача привлечь в сад маленьких синичек. Дело в том, что все синицы и вообще все мелкие птицы, воробьиные, это воробьи, синички, дрозды, скворцы, различные славки, пеночки и так далее, выкармливают своих детенышей, своих птенцов исключительно насекомыми. И я своими глазами видела, как синички аккуратненько снимают клювиками засохшие лепесточки и выуживают оттуда личинку жука-цветоеда. И, конечно же, ловят самих жуков. Для того, чтобы у вас в саду водились синички, еще не поздно, поставите маленький синичник в гнездовье. А когда погода станет жаркой, сухой, оборудуйте им, пожалуйста, поилку. Но только так, чтобы к ней не мог подобраться кот. И тогда синицы надолго оккупируют ваш сад. И поверьте, так как синичка работает в саду, не работает никто. Они буквально обшаривают все дерево сверху донизу, все трещинки коры, все закоулочки, все маховые заросли, с тем, чтобы выловить оттуда насекомых. И если вам удастся заселить у себя на участок синичек, поставим синичник или мухоловок-пеструшек, или других мелких воробьиных птичек, поверьте, они будут контролировать численность вредителей в вашем саду. Кстати, поселившиеся в саду синички, славки и мухоловки, это прекрасный повод заняться бёрд-отчингом. Это очень популярное занятие, хобби многих и многих жителей Беларуси, и не только. Поверьте, маленькая семейка синичек, мухоловок, может предоставить для вас множество интересных моментов из своей жизни. С вами была Юлия Кондратёнок. Плюшка, которая весь наш сюжет просидела у моих ног, поддерживая нас. Ну и, конечно, яблони, которые собираются зацвести, а мы собираемся сохранить её урожай. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова